Этого дня без преувеличения ждал весь город. Обновленная больница вновь распахнула свои двери в первый день августа. На праздники собрались бобруйчане и почетные гости. Меньше двух лет понадобилось строителям, чтобы провести реконструкцию медицинского учреждения. От прежней лечебницы остались фундаменты стены. Теперь на фасаде яркие долговечные пластины, внутри все по последнему слову техники. Объект, в который вложили душу наши строители, вложили душу наши медики. Я хочу всех граждан поздравить с этим замечательным сегодня праздником. Он удался у нас на самом деле, он порадовал нас погоду. Волнительный момент открытия состоялся. Кто-то в толпе уже назвал эту больницу шедевром. Радостные эмоции взрослых и детей. Спасибо здесь звучит на каждом шагу. Срок сдачи объекта удалось опередить на целых 4 месяца. Все благодаря слаженной работе строителей. Заданный темп сначала строительство постоянно увеличилось, увеличилось, и мы этого добились. Применялись современные технологии, современные материалы, которые дали возможность опередить эти сроки относительно технологии. По словам медиков, клинику оснастили аппаратурой высокого экспертного класса. На стенах коридоров и палат яркие иллюстрации. Врачи очень хорошо стараются. Тут, во-первых, все новое. Вся техника вот эта, все проверяют, сердечко вот это. Вот, ну, просто слов нет. Здание более чем с полувековой истории обрело новую жизнь. Персонал счастлив вдвойне, ведь, по их словам, они вернулись домой. Мы очень рады. Наши кабинеты стали современные, оборудование современное. Дизайн в кабинетах шикарный. Работать просто приятно и медикам, и приятно туда прийти ребенку. Уверенность, мне кажется, когда ребенок приходит с мамой сюда в помещение, что меня обязательно вылечат, и мне помогут, и мне правильно поставить диагноз. Больница рассчитана на 150 пациентов. Здесь могут лечиться об обручании жителей пяти близлежащих районов. Дети от шести дней до восемнадцати лет. В одном месте сосредоточены технологии, сосредоточен, скажем так, комфорт, сосредоточен уют и удобство. То есть, абсолютно, да, Бобруська, так это вообще, конечно, подарок, потому как, ну, достойнейшая больница. Словами эти эмоции выразить нельзя, потому что сегодня мы получили объект, значимый для всей области, детская больница. Конечно, для всех взрослых самое дорогое – это дети. И эта детская больница на сегодняшний день является комплектом всех тех максимальных возможностей для лечения детей. Концертная программа стала финальным аккордом яркого праздника. Во внутреннем дворике больницы появилась двухметровая металлическая композиция. Айс символизирует детство, уют и благополучие. Специально для малышей гнездо доверху наполнили сладостями. Поздравить бобручан приехал и певец Руслана Лехно. Именно по его инициативе в 2018-м десятки звезд эстрады приняли участие в благотворительном концерте, все средства от которого пошли на реконструкцию больницы. Дом родной, знакомый с детства. Следующей локацией праздника стал седьмой микрорайон. Именно здесь, на месте нынешнего пустыря, уже 1 сентября следующего года, перережут красную ленту на открытие новой 35-й школы. Пока же Леонид Заяц и Александр Студнев вместе с маленькими бобручанами заложили капсулу с посланием. Внутри рисунок от будущей ученицы. Колгу поместили в камень и зацементировали. Новая школа будет построена по аналогии с 34-й. Учреждение образования вместит в себя 1020 учеников. Здесь же возведут и бассейн. Радышком именно с этими домами сегодня завершат строительство детского сада на 240 мест и бассейна. Поэтому страна и государство все будут делать для того, чтобы люди комфортно жили и не нуждались ни в чем. Поэтому и задача власти на сегодняшний день обеспечить социальную потребность нашего населения и поднять власть стоянных наших людей. Школа – это действительно актуально, потому что микрорайон молодой и строится много домов. Тут очень молодые семьи. И еще развивается. И в дальнейшем, я думаю, что школа свое отработает. Можно сказать так. Мы рады, что в нашем микрорайоне появится школа. Потому что и внуки уже пошли, и дети. Мы очень рады. И впечатления очень положительные. И от руководства нашего, спасибо ему огромное, нашего города. Председатель Бобруйского госполкома также предложил новую идею. Вскоре 5-й, 6-й и 7-й микрорайоны сменят свои названия. То, какими они будут, зависит от предложений горожан. Высылать свои варианты можно на электронный адрес, указанный на экранах. Лучшие станут частью истории Бобруйска. Открытие больницы, строительство 35-й школы и еще один детский сад. Бобруйск не стоит на месте. Эту точку на карте Беларуси можно по праву считать городом для жизни. Мария Бушкевич, Мария Бересневич, Максим Глеонко, Андрей Богдан. Итоги недели.